Всем привет! Это две видеокамеры AS300 от Sony и X3000. Они почти одинаковые, за исключением того, что эта камера не снимает 4K, а эта снимает. Внутри они почти одинаковые, поэтому разборка и сборка их идентичны. На примере камеры AS300 я покажу, как ее разобрать и поменять объектив. Почему может понадобиться менять объектив? У этих камер есть одна проблема. Они когда падают, может повредиться подвес или расслоение матрицы, отслоение от линзы или линза сама повреждается или что-то еще. В таких случаях нужно заказать новый объектив и заменить его. Приступим к разборке. Первым делом нам надо извлечь карту памяти. она находится вот здесь. Сразу же выкручиваем первый винтик. Это не просто винтик, это маленький шуруп. Следующий этап это мы открываем крышечку, вот эту, пускай вниз, открываем, извлекаем аккумулятор и мы видим, что здесь черный пластик. Единственное отличие от Sony X3000 в том, что в Sony X3000 он белый. Видите? Вот эта разница. Здесь черный, здесь белый. Дальше мы выкручиваем два винтика. Один и второй. Это тоже шурупик. И это шуруп. После этого извлекаем заглушку. Вот она здесь есть. Мы ее просто убираем. Такая пластмасска, прикрывающая контакты и фиксирующая крышки. После того, как мы ее извлекли, у нас легко вынимаются крышки. Вот эта вот крышка вытаскивается и эта тоже вытаскивается. Немножко нужно вот сюда сделать и она вытаскивается. Теперь открываем эту заднюю крышку. Здесь нет ни одного болта. Так что ничего тут откручивать не понадобится. Дальше мы держим корпус и одним пальцем вот так выталкиваем внутренность. Вот. Мы извлекли корпус. Что мы здесь видим? Вот это GPS модуль. То есть связь со спутниками. X3000 вот здесь стоит еще инфракрасный модуль. Тут его нет. Вот здесь есть окошко под инфракрасный модуль. Здесь его нет, этого окошка. То есть тоже вот такая разница. Дальше нам нужно снять вот эту вот крышку белую. Она стоит на таких вот защелках. Одна защелка, вторая защелка, тут две защелки и вот еще защелка. Сюда можно подставлять там спичку или там зубочистку и при этом получится снять. У меня она падала, поэтому тут трещинки есть никакой идеи. Так что это не я сломал. Результат падения было. Эта крышка начала немножко отходить. Вот мы расслабили нашу крепление. Так это мы тут оставим сейчас оставим. Теперь снимем вот этот. Так сняли. И последний. Все. Крышка открыта. Снимаем ее аккуратненько. Вот мы ее сняли. Ну здесь вот приклеена заземление такая фольга. Сейчас она... Так как я ее уже разбирал, она отклеена. Надо будет отклеить эту фольгу. Следующий момент. Тут тоже маленькая фольга была, но я ее уже убрал отсюда. Это как экран, можно сказать. Кстати, здесь магнит. Потому что это магнитная система. Вот. Смотрите, какая проблема. Одна из проблем. Вот в этом месте есть клей. Раз, два, три, четыре, вот пять. Пять, шесть. И тут вот семь, восемь. Таких вот восемь точек заклеено. Таким голубым клеем. Этот клей должен был держать вот эту линзу. Сейчас эта линза фактически отвалилась. Ну ее можно переклеить. Но нет смысла, потому что здесь линза шлифована. И она имеет свои искажения. Поэтому здесь и нужно этот модуль менять. Сам объектив. А он меняется со всем вместе. Можно конечно поменять только одну вот эту линзу. Вот. Чтобы снять эту плату с экраном, нам понадобится выкрутить этот винтик. Это тоже маленький шурупик. Следующая. Сейчас я вспомню. Ага. У нас вот здесь вот есть защелка. Мы ее открываем. Вот. У нас плата начинает, ну можно сказать, двигаться. Теперь. Дальше нам, чтобы ее убрать эту плату, нам понадобится вытащить микрофоны. Микрофоны и динамик. Вот маленький динамик. Вот он. Вот он динамик. А вот микрофон. Левый и правый. И мы их аккуратно вытаскиваем. Чтобы без резинки вытащился. Так. Мы обратно его в резинку ставим. Вот так вот. Есть. И еще один. Второй. Все. Два микрофона и динамик. Мы их вытаскиваем проводом. Освобождаем. Чтобы плату можно было вытащить. Вот так вот. Вот здесь находится защелка в этом месте. Поэтому открыть ее можно вставить вот сюда. Такую лопаточку и немножко провернуть. Вот она открылась. Так. Теперь. Ну. Собственно говоря. Крышка снялась. С пластмасской снялась. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. соединилась плата вместе с пластмасской. Она здесь вставляется. Вот. Штучка специальная есть. Специальная такая вот. Выступ есть. Который туда заходит. Вот он на ней держится. Поэтому надо пошатать чуть-чуть и она вылазит. Вот. Так. Антенка эта. Да. Пускай мы вытащим ее пока. Теперь. Чтоб дальше нам снять. Дойти до вот этого шлейфа. Нам нужно попасть до этого шлейфа. Теперь откручиваем два винтика. Вот это уже не шурупики. Это винтики. У них резьба разная. У шурупов она такая. У шурупов она такая. У шурупов. У шурупов. У шурупов резьба. Ну, крупная. А в этого мелкая. Вот разница. Это шуруп. А это винтик. И второй. Они оба держат этот радиатор. Крутили второй. И вынимаем. Вот. Вот тут тоже есть место, где оно заходит. Вот оно. Поэтому нам нужно немножко приподнять. Вот так вот. И вытащить его от него вот так. Раз. Все. Мы его убрали. После этого уже снимается сам объектив. Он тут на четырех защелках. Вот раз, два. Тут три и четыре. Вот четыре защелки. Мы его аккуратненько достаем. И... Ой. Это у нас линза отвалилась вообще. Два назад поставим пока. Вот. Самое главное. Как отсоединять вот этот разъем. Ничего тащить тут. Выдергивать не нужно. Запомните. Порвете. Здесь вот есть защелка. Она вот она. Серенького цвета. Эту защелку нужно просто аккуратненько. Вот так вот постепенно приподнять. То есть мы ее вот так берем и приподнимаем. Вот. Мы ее освободили. Вот. Полностью поднята. Сейчас покажу. Увеличена. Увеличена. Вот она. Защелка приподнята. Она шевелится. Потом мы ее закрывать будем. После этого сам разъем уже вынимается. Легко причем. Не надо еще даже сильно тянуть. Давайте рассмотрим теперь наш объектив. линзу. Откроем. Раз у нас она отклеилась. Вот эти линзы неподвижны. А вот эти. А вот эта линза она подвижна. То есть она стоит на таком вот подвесе. Вот он подвес. Что иногда происходит. Ну вот один из вариантов. Видите отклеилась у меня верхняя линза. Второй вариант. Когда этот подвес. Он на пружинках находится. И какая-то из пружинок западает. От удара. Такое бывает. Это не трудно поправить. Иногда тут вот выщелкивается. Тоже есть клей. И тут приклеена. Это вот. Сама матрица. Над этой плате матрица находится. Она приклеена. К линзе. Бывает здесь вот расклеивается. Вон видите. Это вот клей здесь. Герметик такой вот. Здесь у меня не отклеилось. Здесь хорошо. У некоторых здесь отклеивается. Тогда надо немножко так назад посадить. И тут вот аккуратно промазать. И будет счастье. Но у меня другой вопрос. У меня линза сама неисправна. На ней смотрите вот на точку белую. Вот видите искажение. Там у меня была дырка. Там у меня было повреждение линзы. И я вышлифовывал его. Но теперь вот это повреждение. Вот это вот. Видите здесь такого вот нет. Вот тут хорошо. А вот здесь вот сразу видно где она. Видите. Поэтому здесь только менять нужно линзу. Теперь считаем что сейчас это новая у нас. И мы ставим ее назад. Собираем назад. Аккуратно вставляем разъем. Все делаем как бы в обратном порядке. Но есть тоже небольшие нюансы. Мы вставляем разъем назад. Поправляем. Тут есть два ушка. За них аккуратно вот так вот проталкиваем. Вот. Вот. Не нужно давить там плоскогубцы какие-то использовать. Вот так аккуратно вставляется. После этого вот таким вот образом. можно даже пальчиком. Двумя. Вот эту крышечку. Чтобы видно было. Ее аккуратно надо закрыть. Вот я провожу. Постепенно. Раз. Она немножко согнулась. Сейчас ближе покажу. Вот эти усики которые помогают нам втолкнуть разъем хорошо. Ну и крышечку мы закрываем. Вот. Мы ее проходим. Все. Получается замочек мы закрыли. После этого. Ну. Тут вообще-то. Тут в этом месте вообще клей был. Она немножко тут клеилась. Это понятно. Да. Вставляем назад. На свое место. И это можно назад приклеить. Ну. До упора. Здесь упоры есть. Один вот. Вот упор второй. И четыре защелки. Раз. Два. И тут еще у нас две штуки. Все. Она сидит на месте. Теперь поправляем наш шлейф. Его аккуратно сгибаем. Чтобы он лег. Теперь собираем все в обратном порядке. Ставим радиатор. Заводим его вот сюда. Вот. Вот. Есть специальное место. И аккуратно вставляем. После этого фиксируем не шурупиками, а болтиками. там где более мелкая резьба. Там где более мелкая резьба. Установили. Теперь плата. Вот наш и есть выступ. А здесь вот есть в этом месте такое вот гнездо. Под этот выступ. Мы его направляем в это гнездо. Вот мы поставили гнездо. Но дальше плата в принципе уже становится. Вот она становится на место. Видите. Все стало. Ага. Вот можно еще. Забыл. Вот еще завести. Вот еще завести за этот уголок. Вот он. Вот. Все. Плата на месте. И пластмассочка наша с экраном. Здесь вот хорошо видно, что защелкивается она вот здесь. И защелкивается она вот здесь. Есть еще вот крепление к плате. Поэтому мы защелкиваем вот в этом месте. Поправляем. Поправить надо. Так. Вот тут она стала. Здесь вставили. То в этом месте нужно чтобы попало вниз. А здесь потом и так вот защелкивается. Это вниз. Вот. А это защелкивается. Вот сюда защелкивается. Все. Стоит на месте. И плата пристегнулась. Ставим на место нашу антенну. Это Wi-Fi антенна. И теперь разводим микрофоны и динамики. Тот что у нас. Сначала динамик проведем. Провода аккуратненько укладываем, чтобы они нас не мешали. Проводим. Проводим наверно длинные сначала. Микрофон. Ну или короткий. Давай короткий сначала. Вот он. Тоже укладываем провода. Все динамики микрофона на месте. Провода уложены. Закручиваем шурупы. Шурупы все одинаковые. Поэтому их сравнивать не нужно. Берем и закручиваем. Готово. Дальше мы приклеим этот экран. Я пока приклеивать сам экран не буду. Потому что мне предстоит еще разбирать. когда придет новая линза. Одеваем нашу крышку. Одевается она просто. И заодно она получается хорошенько фиксирует эту линзу. Все зафиксировано. Вот эта резинка здесь нужна для того чтобы изолировать от воды. Ну и от пыли тоже. Влагопылезащищенная. Микрофоны там не защищены. Поэтому в принципе попадет вода. Можно испортить микрофон. Нам нужно чтобы вот эта часть крышки. Вот она. Попала вот под низ. Не туда попала. Вот так вот. Так. Полностью не защелкиваем. Вставляем крышку. Натягиваем. А после теперь закрываем. И закрыли. Можно еще придавить. Так. Хорошенько. Все. Крышка на месте. Дальше мы вставляем вот эту крышку. Потому что. Если мы ее не вставим. Забудем. Мы и поставим эту. Вот этот вырез фиксирует крышку. Поэтому направляем его туда. Поправляем. И закручиваем два шурупа. Сразу можно аккумулятор вставить. И последнее. Открываем крышечку. Закручиваем последний шурупик. Можно немножко направлять назад до щелчка. Вот. Значит он попал. А теперь. Его закручиваем. Так в принципе я закручиваю все болты и шурупы. В обратную сторону до щелчка. А потом. Это для того чтобы не нарезать новую резьбу. То есть можно если не попал в резьбу. Можно нарезать новую резьбу шурупом. А это нам не нужно. И обратной стороной вставляем карточку. Все. Закрываем крышку. И у нас счастье. Определил карту памяти. Показывает что 5 часов 16 минут на ней свободно. Все работает. Включаем запись. И у нас происходит запись. Эти обе камеры одинаковы. И объективы у них тоже одинаковы. Я с этой камеры снял объектив с AS300. Поставил на Sony X3000. И она работает великолепно. Почему я так сделал? Потому что эта камера 4К снимает. И она как бы на ступеньку выше от этой. Поэтому восстановил камеру X3000. А AS300 пока ждет своего часа. Я это видео записал как инструкцию. И для себя и для вас. Пользуйтесь. Подписывайтесь. Комментируйте. Всем пока. Спасибо. Спасибо.